рад приветствовать на своем канале наконец-то в гомеле нашел мойку она кстати очень давно открылась и с удовольствием помою машину свою на новой мой чем ее преимущество был я уже здесь пару раз разница в чем здесь есть пистолет с этой пеной которая прямо великолепно ложится на машину ее много ее реально много что позволяет лучше отмывать все-таки автомобиль потому что я до этого видео снимал как я был машину на мойке которая ближе к моему дому было здесь же мойка будет немножко подальше подальше но эффективность ее будет гораздо лучше поэтому что нам с вами нужно туда кстати очень конечно соскучился по видео не было времени пока поснимать сейчас возможность у меня появилась поэтому оставайтесь на канале посмотрите чем я сегодня планирую заниматься так и так вставляем денежку но надо будет поменять 10 белорусских рублей так что нам нужно будет сделать а она сама и сделал нам нужны мелкие деньги вот такие вот белорусские с одной стороны евро да а старая стороны беларусь видите беларусь находится между европой так сказать да и россией поэтому мы не печатаем полу евро полу беларусь россия вот так это отступление дальше что из интересного значит масло поменяли да точнее не поменяли извиняюсь это заговорился долил маслом планирую его обменять где-то в районе все таки десяти тысяч как долил да и то самого момента же в районе половина щупа я стала поэтому мне принципе эта ситуация нравится я уже испугался думал придется постоянно масло доливать в интернете много ребята разные комментарии пишут мотор плохой вот те автоваз вот все все дела жрет масло все дела ну вот я все-таки склоняюсь что у меня был обкаточный режим машина обкаталась и не хотят детали притирались и масло свое но взяла но ничего страшного я на эти так сказать пол литра масла не обеднел долил этого масла и вот сейчас сегодня перед выездом на покатушке эти свои посмотрел как было грубо говоря половина щупа таки осталось поэтому масло желтенькое красивое даже жалко менять как я говорил на 10000 гривен ну что покажу как принципе выглядит на пена который я мечтал найти в городе и как будет после мойки наш выглядит автомобиль спасибо помощь не нужна такой вот друзья пены я мечтал увидеть на самом автомобиле мойка вот у нас появилась нового образца да кстати вот эта пена очень хорошо действует на весь мусор на на всю грязь нам которая прилипает к вам на машине на птичьи помет великолепно все снимает разъедает вот на той мойке на которой я мыл до этого до такого эффекта вообще близко даже не было извиняюсь за шум у нас здесь видите стрыхут газоны поэтому немножко шумновато ребят но извиняйте и так вот часто до ребятами возникает вопросы в интернете как правильно иметь автомобиль действительно до пены на прошлых мойках у меня было вообще не было такой вообще удивился что вообще такая пена существует потому что до этого я думал у нас пена а на самом деле это было не пена пародия на пену вот этот как раз таки момент мне больше нравится я теперь езжу на эту мойку кстати ребят еще напишите о комментариях мне вообще очень интересно тоже видео смотрю опять же интересно как кто-то моет машину какие средства химию какую используют и вот один там блогер да он еще моет дополнительно когда наносит пену он еще моет потом шваброй такой то есть таскает по машине швабру интересно повреждает аналог как раз на покрытие не повреждает вот эти моменты конечно же беспокоит но он уверяет что не все хорошо здорово великолепно то есть может быть подобрать такую щетку нужно специальный если где-то встретиться бы такая продаваться с каким-то приятным мягким ворсом обязательно себе куплю потому что считаю все таки конечно же мойка хоть она и бесконтактная если пройти аккуратненько еще дополнительно шваброй до потереть автомобиль эффект отмойки будет еще гораздо лучше ребят поэтому я как бы хочу еще поискать какую-то вот эту специальную швабру для нее чтобы натирать машину во время вот этой пенки мойки ведь за пена уходит сходит постепенно и с ней сходит вся остальная грязь я кстати еще дополнительно ребят дополнительно кстати забыл сейчас у меня еще осталось это то средство лавы для чистки колес 3 дисков я его тоже кстати используя потом буду смывать потом буду смывать автомобиль вот видите от своей пенка еще дополнительно наношу на колпаке для лучшего эффекта мойки осталось уже совсем не мало я как-то видео снимал вот этой штуке еще когда у меня ауди было бы 4 то есть мне эффект очень понравился прям тоже графика слазит великолепно вот пена наша работа это обращайте внимание да и у меня как сказать есть свободное время еще и нанести все это дело на колпаки дополнительно я так делаю каждый будет конечно же по-своему поэтому я делаю еще так у меня еще пассажир сегодня со мной поэтому он еще сегодня выходной папа все средство нас закончилось ребят ну штука вообще обалденная было мне очень нравилось поэтому советую если будете планировать брать длится такую химию вообще зачетно надо будет себе еще купить так сейчас буду смывать автомобиль ребят ну я помыл получается сполоснул коврик и назад положил сейчас отъедем в сторону машинка подсохнет хочу еще кстати я всегда после мойки натираю колеса колеса облезят просто великолепно если не забуду сделаю покажу вам ребят этот момент машинка будет сухая красивая чистая вот вот этот последний этап 5 блеск и сушка обязательно используется машина прям очень красиво на солнце переливается без никаких разводов без ничего выкатил на солнышко свою весточку сейчас она обсохнет придет приятный божеский вид красиво на трем колеса потому что видите колеса обсыхает и они прям такие вот некрасивые становятся потом всю эту резину мы имеем видео уже было на канале я снимал что нужно ухаживать за резиной это обязательно делайте ребят они она будет вот это свойство ковчука сохраняться дольше она будет не будет трескаться прослужит вам верой и правдой поэтому потому что колеса менять это дорогого удовольствия вот обращайте внимание да сейчас хорошо видно кстати заводская обработка еще как происходило кстати вот я не знаю чего сделано вот эти болты но они не ржавеют прям ни с одной стороны ни второй это там где вот 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 этот болт гайка видите ничего не ржавеет ничего здесь видите по заводу стоит шумка видео таких вот ворсовых подкрыльников кстати из-за этого машина действительно очень тихо относительно своих конкурентов поэтому мне эта тема очень нравится вот такая машина дома ну что обсыхает приводим божеский вид красиво кстати у меня ребенок в машине сейчас вот благодаря этим шторкам видите вы его не видите там да он любит как раз таки ездить сзади почему потому что там тенек там более прохладно чем впереди сидеть хотя он у меня изначально любил впереди кататься со мной то есть вот обратите внимание ничего не видно потому что шторки качественные заводские никакого лютого колхоза не ставил потому что есть определенные моменты да что стоит у дилера покупать а что можно конечно и не покупать обязательно ребят еще раз пробегусь вам может кто-то видимо и смотрел вот пленочка обязательно на капот сколы у вас там будут без проблем пленка спасет еще конечно же на будущее если будете приближать автомобиль вот сюда обязательно тоже нужна пленочка у меня просто вот скол попал да камень краска слетела нужно на больше месяца никакой ржавчины ничего нет поэтому чтобы предотвратить эти моменты обязательно пленкой закатывать это сто процентов выезжая из дилерского центра пленочку закатали по желанию еще фары рекомендуют ребята закатывать я тоже но я себе этого не сделал но наверное если бы вернуться назад скорее всего бы закатал потому что когда машину покупаешь вау эффект такой есть еще да то есть хочется по жадному сэкономить но фары тоже стоит все таки это мое мнение лично никого не заставляет это делать но фары обязательно все таки стоит затягивать пленку потому что я и видео на канал осмотрел ребят у многих они мутнеют со временем но надо 2-3 года чтобы они попутнели но такое тоже присутствует ребят итак я сейчас быстренько за машинкой поухаживаю и продолжим видео вот такой лайфхак еще себе придумал вставляю вот сюда такую ну короче маска это обычная вставляю чтобы водичка которая будет здесь стекать собираться здесь на скорости когда вы поедете она будет вот здесь ваше покрытие помытое оставлять разводы поэтому обязательно сюда что-либо засовывайте машинка у вас будет без вот этих вот разводов и полосок но я думаю водитель который моет машину меня поймут точно такой же момент я делаю и по водительской стороне ну короче что есть под рукой у меня пока есть маска я поставил маску вообще в идеале какие-нибудь салфетки можно положить ребят смотрите я по-прежнему машину сам металл я трапкой не перетираю по снимайке потому что когда наносишь вот этот воск машина она если это будет мыть наносить воск кто-то уже это делает машина она жирная и когда ты начинаешь ее вытирать трапкой на машине еще больше остается разводов да нужно конечно разного типа трапки микрофибры все остальное но машина жирная если ты сразу начинаешь ее перетирать после мойки ты накручиваешь там еще больше разных разводов я уже пробовал ребят поэтому один раз попробовав себя больше этим не занимается да там скорее всего будет создаваться вот этот вот статический белый налет на машине после многих многих моек ребят но один раз раз в месяц съездить на контактную мойку там ребята помоют задрает перетерут в замкнутом пространстве все будет хорошо мне тоже видеть на канале я ездил мне этот налет убрали ну вот выглядит машина в принципе вот таким вот образом металл я не дотрагиваюсь после мойки он сам естественным путем высыхает вытирая я ну может кому-то будет полезной информации вытирая я только стекла стекла вытираю да хромин хромированные детали на автомобиле я вытираю опять же тряпкой купленной фикс прайсе за пару копеечек вытираю только стекла хромированные детали но ни в коем случае я не тру крышу там не вытираю допустим металлические детали автомобиля потому что там останутся разводы на автомобиле они некрасивые машина как будто бы заматовано если не использовать этот вот последний этап нанесения воска возможно этого и не будет но я вам скажу я как бы наношу да мне нравится как блестит автомобиль какой у него вид после воска прям реально красиво очень смотрится ну можете сами увидеть да посмотреть то есть вот такие вот пластиковые элементы да они высыхают гораздо медленнее чем металлические вот видите человек тоже моет машинку она прям вся розовая эта пенка мне очень понравилась поэтому буду прижать на эту моечку постоянно но уже был второй второй либо третий раз я здесь мне все очень понравилось ребят на этой мойке но это не просто видео про мойку автомобиля это просто общение со своими подписчиками у меня уже порядка их трехсот человек поэтому спасибо ребят чтобы кто подписался кто планирует подписаться рад всех видеть на своем канале я человек не конфликтным твердолоба не доказываю свою точку зрения если в чем-то не прав соглашаюсь и обязательно пытаясь в чем-то себя даже поправить и в том же самом обслуживание автомобиля мы с ребятами общаемся да мне пишут что 10 тысяч масла это много замена менять нужно чаще ТО первое проходить ТО 0 извиняюсь ничего этого не делал но я думаю ребятам будет интересно наблюдать что будет в дальнейшем с автомобилем проходить думаю когда буду делать свой первый ТО на этом автомобиле официального дилера если разрешать с ним ролик покажу какое слили масло какие фильтра в итоге оказались на автомобиле который не ездил на нулевое ТО и только с первого ТО так сказать встретиться со своим дилером который продавал этот автомобиль ну я думаю вам будет интересно так что вы обязательно на канале оставайтесь вот она никакого колхоза никакого колхозного тюнинга стоковая машина как я ее брал с автосалона все родное все оригинальное ну просто есть разные люди кому то интересно дорабатывать все автомобиль покрутить покрасить там подмазать заделать переделать это все здорово я считаю что такие люди опять же повторюсь когда тоже говорил об этом на канале должны быть почему нет каждый решает для себя как он будет использовать свой новый автомобиль я сторонник того что не стоит мешать машине ездить кстати видите уже в современных машинах да уже сейчас во всех идет лечок нового образца скорее всего нет выемки под палец то есть вы открыли и все великолепно попротирали цепочкой вот сын уже вышел с машины устал ждать папу пока он моет машину говорит поехали уже да скоро поедем снова вот то что я делаю допустим до помойки автомобиля мало того что не мешая ему ездить так я его еще и не перетираю ну скажите мне где этот статический налет там бред прям с первого раза который там налипает на машине помоется месяца два три может и будет этот налет сейчас я говорю его убрать не проблема съездил на мойку где его помоет ребята в ручном режиме будет снова плететь автомобиль но постоянно перетирать автомобиль это не есть хорошо как раз на покрытие ребят поэтому кто бы вам что ни говорил это мое мнение я с ним с вами делюсь не перетирайте машину именно полностью тряпкой после мойки это продлить срок службы лак окрашенного покрытия и машина будет сохраняться у вас более красивая свежая и новая как в автосалоне итак ребят по окончании мойки вот последний штрих наношу свое покрытие да для резины для чернения резины мне эта тема очень нравится зашла колеса прям такие классные получаются красивые черные и не будет стареть у вас резина будет долго долго вас радовать красивым цветом и долговечностью колесами потому что резина она на солнце может подвергаться износа естественному быстрее чем в обычное время вот таким будет у вас видом чистое колесо и отполированное вот для сравнения как у вас выглядит колесо неочищенное да так ребят за машинкой поухаживал вот так блестят колеса вот так блестит машина поэтому оставайтесь на канале подписывайтесь будем делиться с вами впечатлениями от владения автомобилями всем пока пока хорошего дня ровных дорог ни гвоздя ни звезла нет вот так вот так